Трагедия на столичной улице Гая вышла на финальную линию. Сегодня в Минском городском суде начался процесс по столь резонансному делу. Интересно, что потерпевшая сторона оказалась по сути по разной стороны баррикад. С одной стороны родственники погибшей семейной пары, а с другой супруга обвиняемого. Напомню, в ноябре прошлого года столичный бизнесмен якобы с ножом в руках напал на свою жену и маленьких детей. После мужчина сел за руль своего авто и на полном ходу влетел в Ауди 100, в котором находились Андрей и Юлия Низовы. Пара погибла на месте. Что удалось узнать и почему это уголовное дело уже назвали необычным, из зала суда передает Дмитрий Лукша. Уже в самом начале данный процесс можно назвать беспрецедентным. В зале суда отсутствует обвиняемый. Сейчас он находится в лечебнице. Вместо него пустая клетка. Экспертиза признала мужчину невменяемым. Видимо, то общество будет для него более приемлемым, нежели нахождение в кругу нормальных людей. В начале ноября прошлого года успешного бизнесмена Эдуарда Шалкевича словно подменили. Его действия потеряли всякий логический и здравый смысл. Считается, что 6 ноября он пришел в детский сад, чтобы забрать своих малышей. В какой-то момент мужчина достал из пакета нож, и в присутствии детей и немногочисленных родителей сказал, «Не смотрите мне в глаза». Что хотел этим сказать, уж тем более сделать 39-летний мужчина, так и осталось непонятным. Однако после инцидента все семейство спокойно вышло из сада и уехало на пикник. Настоящий ад начался немного позже, через сутки. Эдуард все-таки пустил нож в ход. Словно обезумев, он набросился на свою супругу и сполосовал лезвием ее и детей. А дальше улица, машина, бессмысленное и жестокое убийство. Я сначала подумала, что это шутка. Говорю, Леша, если это шутка, то это плохая шутка. Ну, он говорит, какая шутка? И начал плакать, и тогда я уже поняла, что уже все. А мама стояла там, разговаривала с соседкой, я не знала, как ей сказать. Позвала ее свекровь, ну, я ей сообщила, что Юля погибла. Здесь с Андреем. Ну, мы сразу собрались и поехали в Минск. Анастасия одной из первых узнала о чудовищной новости. Сестры и ее мужа больше нет. В тот вечер семья Низовых собиралась ездить отдохнуть на природу. Вместо этого бригады скорой и милиции, ужасающая белая простыня поверх бездыханных тел. Шалкевич, усевший в свою машину, без причины протаранил на полном ходу четыре автомобиля. Пятым оказалось именно авто Низовых. По злой иронии, погибший Андрей многие годы отдал помощи людям, работал врачом. Именно коллеги-жертвы из той же подстанции были вынуждены констатировать смерть друга. Просто на одного достойного человека в мире стало меньше, который все время помогал, который для людей, который на скорой помощи всегда, сколько, 17 лет, наверное, он. Нет, больше. Саша, или больше. Или 20 лет. Он с армии пришел и стал. Вот эти кадры здравомыслящий человек вряд ли поймет. Это Эдуард. После убийства ни в чем не повинных людей, вот так спокойно, чуть ли не в том, в чем мать родила, побрел по грязным улицам столицы. Дальше долгие месяцы ожидания, психолого-психиатрическая экспертиза и, наконец, начало суда. Вероятнее всего, Шелкевич в ближайшие годы проведет в больнице. Его дальнейшее существование в социуме, пусть и за колючей проволокой, явно под вопросом. Кстати, также отчасти характеризуют свою жизнь и близкие погибших. Они не живут, а именно существуют. Сын Андрея и Юлии теперь остался совсем один, в секунды потеряв любимых сердцем людей. Дмитрий Лукший, Денис Гатило, Зона Х, Минск.